Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Ну, что такое? Аминь. Откровение, 4 глава, 8 стих. И каждая из четырех... Ладно, считай. Прости, мне не лишнюю. Откровение, 4 глава, 8 стих. И каждая из четырех животных имела по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей. И ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая, свят, свят Господь Бог Сидержитель, который был, есть и грядет. Толкование. И каждая из четырех животных имела по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей. Видим, что эти четверо животных подобны шестикрылым Серафимам. Исайя, 6 глава. Двумя крылами, как говорит великий Дионисий, они покрывают лица, двумя ноги, а средними летают. Этим явлено и глубочайшее благовение к Божественному Откровению. Они исполнены очей, то есть видением Божественных Таин. Этого видения сподобляются не только чины ангельские, но и искупленные души на небесах, Небесная Церковь. Ибо ее характер олицетворяют как раз эти четверо животных. Ни днем, ни ночью не имеют покоя. Это не означает, что на небе будут дни и ночи. Просто Ян использует наш земной образ, чтобы показать, что непрерывно воспевает Небесная Церковь Всевышнего Бога. И в этом они не имеют покоя. Мы сейчас не имеем покоя, погрязая в домашней работе, обретение богатств, стяжание чинов, увеселениях. Но придаемся беспечному покою в служении Богу, в прославлении и воспевании Его Святого Имени. И только те небесные, искупленные, лицезреют Христа в непосредственной близости к престолу Божия, не имеют покоя и взывают Трисвятую Песнь «Свят, свят, свят Господь Бог». В этой Трисвятой Песне прикровенно показываются и велелепно воспевается Святая Троица. Впервые эту Трисвятую Песнь из уст Серафимов, окружающих престол Божий, услышал пророк Исаия, Исаия 6 глава. И вот теперь видит и слышит апостол Иоанн. Несмолкаемо звучит эта Песнь в Церкви и поныне. Какой услышал ее из ангельских уст во время богослужения один отрок в Константинополе. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный. Но будучи еще не на небе, а на земле, добавляет Церковь «Помилуй нас». Господь Бог Вседержитель, в Его руках вся Вселенная, как это изображается на иконах. Он не только Творец Мира, но и Зиждитель и Промыслитель. Он все сотворил, Он все и содержит. Без Него ничто не начало быть, Он Творец, но без Него ничто не может быть в бытие и пребывать, Он Вседержитель. Стоит Ему отнять свою державную руку и как стекло все разобьется, как пыль развеется, который был, есть и грядет. Этим указывает Его Вечность. Который грядет, то есть Небесная Церковь, увиденная Иоанном, еще ждет пришествия Господа. Он и для нее еще грядущий. Он должен еще прийти, воскресить умершие тела, совершить суд над миром. Откровение, 4 глава, 9-10 стих. «И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают при сидящем на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом, говоря, толкование. первоначально воздали славу, честь и благодарение Богу, живущему во веки веков, то есть вечному, четверо животных. Тогда и 24 старца, которые до этого сидели увенчанные на престолах, оставляют свои престолы и не излагают золотые венцы, не считая себя достойными в них приближаться Богу и поклоняться сидящему на престоле. Дивная картина. Удостойные Богом престолами и золотыми венцами жизни, правды и славу все оставляют и повергаются ниц перед Богом. Как смели, как могли вы, о святые сыны Иакова и всехвальные апостолы и Церковь Небесная, как могли вы оставить и изложить в себя то, чему достоил вас Всевышний? Как не вспомнить здесь преподобного Сергия Игумена Радонежского, отказавшегося от Золотого Креста, которым почтила Святой Алексий митрополит Московский. Все оставляет, все не излагает с себя 24 старца. Откровение, 4 глава, 11 стих. Достоин ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено. Толкование. Здесь перед престолом останавливается все, остается только поклонение Всевышнему. Достоин ты, мы ничего не достойны, не нам хвала, не нам, но достоин ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, возвал небывшее к бытию и стало. Но не только сотворил ты все, но и все по твоей воле существует и сотворено. Если бы не было воли твоей всеблагой на то, то не существовало бы сотворенное. Дивную картину открыла нам 4 глава. Что есть для нас Бог? Сначала для грешника это Бог-каратель, карающий за грехи. Для раскаивающегося это Бог-спаситель, Бог-милующий. Найдя жизнь в Боге, человек часто обращается к Нему за помощью, и для Него это Бог-помощник. Нашедшему удовлетворение своим просьбам Бог становится Богом-благодетелем. То есть какие отношения к Богу? Мольба, просьбы, надежды, благодарения. Но это еще не высшее состояние христианина. Подобные бывают в отношениях человеческих. Как только познакомишься с человеком, первое время отношения с ним чисто деловые, какие-то общие дела. Что-то просишь, о чем-то спрашиваешь, благодаришь. Но если он стал твоим лучшим другом, то отношения уже не такие. Чтобы встретиться с ним, совершенно не нужна особая причина или случай. Встретиться можно и просто так, без особого дела. И от этого бывает очень хорошо. Не обязательно даже о чем-то говорить. Хорошо и просто так побыть вместе. Хорошо от одного лишь общения с ним, так и в отношениях к Богу. видение Иоанном на небе перед престолом возводит нас от обращения к нему как спасителю, прощающему наши грехи, от обращения к нему как помощнику, спасающему нам в наших делах, от благодарения ему за его дары просто к похвале, поклонению, слава слову Всевышнего. Здесь мы видим Бога в его небесной красе и славе. Здесь он просто Бог, приводящий нас в восторг. Здесь чистое созерцание и радость от общения с ним. Здесь служение ему не для чего-то, а потому что это он, он сам, а не дары его, приводит в небесный восторг, в дивную неописуемую радость. Здесь даже нет слов, как бывает иногда на природе, в горах, например. Внезапно перед нами открывается такая дивная картина, что мы не имеем, у нас нет слов. Это есть неописуемый, несказанный восторг. В таком состоянии мы видим в откровении небесную церковь, поклоняющуюся у престола Божия. Досподобит Господь и нас вознестись на такую высоту богосозерцания, почитания и прославления, когда нам будет хорошо от одного общения с Богом, от ощущения тепла его любви, от видения и созерцания его славы и его таинств. Так апостол Иоанн в 4 главе начинает описание основной второй картины апокалипсиса. Эта картина престола Божия будет названа нами картина А. Дальше эта картина будет дополняться новыми образами, как бы разрастаться. О картинах апокалипсиса смотри приложение 2. Глава 5. Откровение 5 глава 1 стих. И видел я в деснице сидящего на престоле книгу, написанную внутри и от вне, запечатанную семью печатаем толкованием. Сначала Иоанн видит просто сидящего, но вглядевшись он замечает в деснице в правой руке его книгу. Книгу эту можно представить себе в виде свитка. В древности папирус или пергамент скатывали в свиток и так он хранился. Книга виденная святым Яном была исписана внутри и снаружи и запечатана семью печатями. Что означает эта книга? Можно указать на два ее значения. Во-первых, она указывает на премудрую Божию память, в которую по Давиду вписано все. Разумеется, и глубина божественных судеб записана в эту книгу. Все судьбы вселенной, народов, люди вписаны в тайну книги Божию, которую никто не мог прочитать. И все эти судьбы исключительно в деснице Божией. Не вникнуть до конца смысл судеб, не изменить их никто не может. Семь печатей скрывают все от нас, а десница Божия управляет. С другой стороны, эта книга указывает на домостроительство Божие. Семь печатей указывают на то, что не постичь, ни тем более совершить это домостроительство наше спасение никто из тварей, даже небесных, не может. Все домостроительство спасения в деснице Божие. Откровение 5 глава 2-3 стих И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. Толкование Кто достоин и может вникнуть в тайны судеб Божьих? Кто достоин и может совершить домостроительство спасения вселенной? И никто не мог, не нашлось никого ни на небе, ни праведники Божьи, ни силы бесплотные, ни на земле, никакой человек даже самый великий и праведный, ни тем более животное, ни под землею из преисподних сил, кто бы мог совершить это? Незвернутые с неба, они не в силах теперь взойти и взять таинственную книгу из десницы того, на кого восстали. Посему и для демонов теперь сокрыты тайны судеб. Они не имеют предвидения, они не постигают ни промысла Божия, ни пути Его. Так никто ни из небесных, ни из земных, ни из преисподних не может скрыть книгу судеб Божьих. Значит, и не может совершить домостроительство спасения. И не только раскрыть сию книгу никто не мог, но и даже посмотреть в нее. Когда этот сильный ангел воскликнул, кто достойно раскрыть, то Иоанн, видимо, стал оглядываться. Так кто же, он смотрит с надеждой, от ангелов до хирургимов и Серафимов возносит в тот взор, но не смог никто. Откровение, 5 глава, 4 стих. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу и даже посмотреть в нее. Толкование. Апостол Иоанн настолько проникался с израцанием тайн божественных судеб, настолько глубоко чувствовал необходимость спасительной благодати, что когда увидел, что никто не может ни читать эту книгу, ни даже посмотреть в нее, то заплакал. Не увидел Авраам своего многочисленного потомства, но хотя бы на многочисленные звезды было указано ему Бытие, 15 глава, 5 стих. Не вошел Моисей Хананан, но хоть с горы издалека увидел землю обетованную. Здесь же никого не нашлось достойного заглянуть в эту книгу. А люди и безбожники особенно часто говорят «А вы мне покажите, я буду верить». Невозможно недостойный. Даже на небесах никто не достоин проникнуть в эти таинства. Откровение, 5 глава, 5 стих. «И один из старцев сказал мне «Не плачь, вот лев от колена Иудина корень Давидов победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее толкования». Никто не мог этого совершить, но нашелся знающий того, кто это может. Интересно, что знает это не один из ангелов, не даже архангел говорил, вестник Таин Божий, а один из старцев, один из искупленных верующих, один из церкви, может быть из ветхозаветных патриархов или апостолов, может быть это апостол Петр, ранее других исповедовавших Христа Сына Божием. Так прославленные земные раньше узнают спасителя, чем чины небесные. И вот говорит ему один из старцев «Не плачь, учешься, я укажу тебе достойного». Мы видим и дивную высоту души Иоанна, который не о земном плакал, а о небесном. Так должны просветлеть и наши очи, чтобы из них, как воды чистые, излились потоки слез о небесном. Мы видим, что сам апостол Иоанн не только созерцает, но участвует в явленных ему видениях. Он сам переносится туда, рассматривает, вступает в разговор, плачет, сокрушаясь, его утешают. Интересно еще отметить, что божественную тайну зрителю не раз показываются образы апостолов, а ведь он сам один из них. Вот лев. Сначала Иоанн этого даже не увидел. В 4 главе он все описал, что увидел сразу. «Теперь ему указываться на достойном совершить то, чего никто не достоин». Вот лев от колена Иудина. Здесь вспоминается пророчество Иакова. «Когда он перед своей смертью благословлял своих сыновей, то благословляя Иуду, сказал ему, «Молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается, преклонился он, лег как лев и как левица, кто поднимет его?» Бытие 49 глава 9 стих. «Провидел Яков, что от этого колена восстанет лев, побеждающий мир. От причистой Дивы Марии из колена Иудина восстал Христос, этот лев, поразивший всякого супостата, славно воцарившийся. Он же назвал и корень Давидов». Подобно этому читаем Иоисайи 11 глава 1 стих. «И произойдет отрасль от корня Иесеева, Иесей отец Давида. И ведь произрастет от корня его». Исайя 11, 10, Римлянам 15, 12. «Это означает, что по человеческому естеству Христос есть корень Давидов, как происшедший из рода Давидова. Ибо почитаем и почитаем о причистой матери как о деве обручен мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деви Мария». Луки 1 глава 27 стих. «А по божественной своей сути Христос корень Давидов, как сотворивший и произрастивший из себя этого царя пророка». И вот Христос, селев от колена Иудина, корень Давидов, победил. Он победил того, кто сделал недостойными вселенную. И всех ее обитателей не только читать тайну книгу Божию, но и просто приступать к престолу благодати. Он победил сатану, посевившему мрак и невежество, грех и богоотступничество. Христос победил его на кресте и лишил власти. Там, на Голгофе, Христос своей кровью одержал великую победу над всеми силами ада и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее. Христос, победивший сатану и мрак неведения, может теперь, как сын человеческий, проникнуть в тайны Божии и открыть их людям. Лишив через крест сатану его силы, связав его, он может совершить домостроительство спасения, снять эти семь печатей, спасти людей, совершить семь таинств веры. Откровение 5 глава 6 стих «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял агнец как бы закланный, имеющий семь врагов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю». Толкование. Иоанн ищет глазами могущественного царственного льва, но видит «Вот посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял агнец как бы закланный». Не грозного льва, а как бы закланный ангца видит святой апостол. «О, как дорого нам это лето благоприятное» Луки 4 глава 19 стих. «Когда Христос Сын Божий, грозный лев только для демонов и всей власти для нас же кроткий, агнец Божий, который берет на себя грех мира» Евангелие от Яна 1 глава 29 стих. «Нет в нем ни вида, ни величия. Он был презрен и умолен перед людьми. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Он изъязвлен был за грехи наши и мучил за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца введен был на заклание и как анктиц перед стригущим его безгласен. Так он не отверзал уст своих». Исайя 53 глава со 2 по 7 стих. «На Голгофском кресте был сей анктиц заклан за грех мира. На небе он как бы закланный, то есть он уже не мертвый, он воскресший, но раны его крестны в его вознесенном теле. Так Голгофский анктиц вошел на небо, показал себя ангелом. 1 Тимофея 3.16 «Прошел небеса» и время 4 глава 14 стих, и навсегда воссел одесную Бога. И время 10 глава 12 стих. На протяжении дальнейших глав пред Иоанном будет раскрываться эта картина. Христос все время будет в виде анктица. Так мы видим престол, сидящего на нем Бога Отца, Христа Анкца. Видим 7 огненных светильников Духа Святого. Вокруг троицы 4 животных 24 старца и простирается стеклянное море. Такова пока открывшаяся перед нами картина. Божественная анкция Иоанн видит посреди престола, не рядом с престолом, а посреди престола, единородный сын, сущий внедрой отчим. Иоанн Гриотиана 1 глава 18 стих. И посреди старцев, то есть посреди церкви небесной, посреди апостолов и ветхозаветных патриархов, подобно тому, как раньше он явился посреди семи золотых светильников, посреди церкви земной. Агнец, имеющий семь рогов и семь очей, которые сутят семь духов Божьих, посланных во всю землю. Видим о которых говорит пророк Исайя. Исайя 11 глава 2 стих. И почеет на нем в скобках на хресте Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведень и благочестия и страхом Господнем исполнится. Вот они семь духов Божьих. Говорит об этом пророк и пророк Захария. И возвратился тот ангел, который говорил со мною в скобках с Захарией, и пробудил меня, как пробуждает человека от сна его. И сказал он мне, что ты видишь? И отвечал я, вижу, что светильник весит золото и чашечка для Илея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его. Те семь это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. Захария 4 глава с 1 по 2 стих 10 стих очи Христа Анца взирают на весь мир и объемлют его. Но если видение нашими глазами заключается в том, что свет от предметов попадает в наши глаза, то видение Божие заключается наоборот в том, что небесные лучи семь духов исходят из очей его и посылаются во всю землю. Как илей из той чашечки наверху истекает по трубочкам семь лампад, так и полнота Духа Святого этот Божественный Илей из Христа истекает через семь таинств, как через семь трубочек в семь лампад семисвечник, которые есть в церковь Бога Живого на земле. Так семь Духов Божьих изливаются из того, на ком почивает Дух Господень, в Его тело, Его Святую Церковь, на всякую плоть Деяния 2 глава 17 стих и посылаются во всю землю. «Я посылаю вас», говорит Христос, и сказав это, дунул и говорит им, в скобках апостолам, «примите Духа Святого» Ивангелия Атьяна 20 глава 21-22 стих «Апостол же исшед из Иерусалима и позднее преемники их разнесли огонь этого божественного семисвечника по всей земле и так будет, доколе земля будет наполнена видением Господа, как воды наполняют море» Исайя 11 глава 9 стих Здесь можно сказать о сектантах. Рядом с семью лампадами золотого светильника Святой Церковью воздвигают они свои иные светильники, не соединенные ни с верхней чашечкой Христом, ни с семью трубочки всеми таинствами. Упорно ищут они иные пути для достижения этого велея. Не сдвинет ли Господь светильники не им поставленные? Откровение 5 глава 7 стих И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле Толкование Агнец, которого Иоанн сначала и не видел, теперь вступает в действие. Прошла Голгофа, крест, Агнец был распят, заклан за грехи мира, наконец сатана связан, и Христос побеждает, воскресает во славе. И уже не закланный, а как бы закланный, оставляет он землю, возносится на небеса, проходит их, выступает к престолу Божию и берет из десницы сидящего на нем отца своего книгу. Он достоин, умерший и воскресший. Он теперь достойен как человек проникнуть в тайны Божии, как Бога человек совершить домостроительство спасения и как достойный берет из десницы Божии эту книгу. Еще не начал он ее читать, не вскрыл еще ни одной ее печати, а только еще взял. Откровение, 5 глава, 8 стих. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед ангцем, имея каждый густый и золотые чаши, полный эфемиама, который суть молитвы святых. Толкование. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед ангцем. Эта небесная торжествующая церковь поклоняется Христу. Ни благодеяние, ни открытие тайны, а только один вид Христа, как бы заклану ангца, подходящего к престолу и берущего книгу повергать их ниц. Поклоняются небесные жители пред Всевышним в предчувствии и предвидении великого, что должно совершиться. Они падают ниц, имея каждый гусли. Спасенные всем своим существом славят Творца и Спасителя. Они прославлены, но не надорваны и хрипящие голоса у них, а поющие песни новые и небесные. Но им и этого недостаточно, чтобы прославить Бога. И они берут гусли, чтобы более прославить Христа. Гусли означают здесь не только музыкальное сопровождение, но и гармоническое, благозвучное божественное словословие. Интересно отметить, что музыкальные инструменты употребляются в ветхозаветном богослужении, как мы видим и в небесном. Православие же в своем стремлении к строгости и безоскусности полностью отказалось от музыки на богослужение. На Западе же, в католичестве, стала со временем употребляться органная музыка. И земная церковь, подражая небесной, не ограничивает скабы только собою, но всеми средствами, храмы, иконы, стараются славить Бога. Апостол Павел говорит, что христиане есть христово благоухание. 2 Коринфянам, 2 глава, 15 стих. Как из золотых чаш, из сердца и помышления христианина возносится Богу фимиам молитв и добрых дел. Точнейшее рассмотрение это видение скрывает нам более таинственную мысль. Мы здесь видим четырех животных и 24 старца, то есть небесную церковь, перед престолом и ангцем с золотыми чашами, из которых воскуряется Богу фимиам молитв святых. Святые прославлены хоратайствуют о святых страдающих, поэтому и призывает земная церковь святых небесных. Поэтому и говорит апостол Павел, что христиане приступили к духам праведников, достигших совершенства. Евреям 12 глава 23 стих Поэтому и взываем к угонникам Божьим, как усердно хоратайствующим о нас и приносящим наши молитвы к престолу и к ангцу. Много может усилена молитва праведного, говорит святой Яков 5 глава 16 стих Вот они духи праведников, принятые Богом, и кто может молиться усерднее, чем они достигшие совершенства. Донецк кудеют чаши с нашими молитвами в их руках. Какой могущественной молитвенной силой лишает себя непризывающий святых? Молитвы святых, то есть и земные христиане, как освященные кровью Иисуса Христа называются святыми. Святыми они называются не по своему достоинству, а по божественному избранию, по отдаленности своего, по отдаленности своей от мира, по освящению, получаемого от того, кто един свят, Господь Иисус Христос. В народе иногда разделяют христиан на святых и простых. Святые пусть живут по Евангелию, а мы как-нибудь. Так ведь нет спасения как-нибудь. И Богу угодны молитвы святых. А кто отклоняет ухо свое отслушивание закона, того и молитва мерзость. Премудрость 28.9 Жертвы нечестивых мерзость перед Господом, а молитва праведных благоугодна Ему. Причь Премудрость 15.8 К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь, когда вы приходите изъявляться перед лицем Мои, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои. Не носите больше даров тщетных, куриния, сколько ваших жертв отвратительны для меня. Исайя 1 глава с 11 по 13 стих. Топчутся наши церковные дворы, воскуряются ладом, не исчезают жертвы с панихидных столов, но принимаются ли все наши молитвы, не оскудевают ли чаши наших небесных отатаев, поскольку неприятно фимиам, а едкий мерзкий дым возносится зачастую от нас. Святые молитвы угодно Богу, и только святые входят в обители Божии. Откровение 21 глава 27 стих. Канонизированы же церковью лик святых это те особые угодники Божии, которые великими делами благочестия прославлялись на земле, и достоверно известно, что они приняты Богом, а потому и призываются в молитвах Святой Церкви. Скажем ему вместе с апостолами, Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлю к цели почести высшенного звания Божия во Христе Иисусе. Филиппийцам 3 глава 13-14 стих. Оставила Небесная Церковь свои престолы, не изложила свои венцы, поклоняясь Богу и Ангцу, воспевая песнь. Но ей и этого недостаточно, взяла гусли. Но и этого недостаточно, взяла молитвы земных, чтобы все и все единым собором возвеличили Бога. Ну, как будто бы да. все, да? Так, почти полчаса. Я каждый раз показываю наши сокровища, откуда мы читаем откровения. Это полный Новый Завет, полное толкование вместе с откровением. Вот эту книгу показать можем. здесь 230 иллюстрации Гюстава Доре нами раскрашенные. Вот она. Она блестит, тут отсвечивает плохо, видать. Они не очень хорошие. И у нас сокровище это то, что мы имеем в интернете. Это в первую очередь наш сайт. Он называется «Во свете Библии». «Во свете Библии» православный библейский сайт. Вот здесь звук и видео. Примерно 50 книг мной насчитанных. Аудио. А вот здесь 4124 вопроса по темам. 55 папок. А вверху написано «Православный форум Игнатия Лапкина». В него если ткнул, сразу открывается форум. Вот форум. 1447 тем. Полных. Много. Очень хорошее у нас здесь в Mail.ru более тысячи роликов только. Вот. Недавно открыли православный видеоканал открытым оком. Здесь тоже около тысячи роликов. Свежие ставятся прямо сейчас. Вот каждый день эта администрация ставит. Наша поездка миссионерская была. У нас еще живой журнал. Ну это так построили его поставили а дальше еще дальше не идет. Вот то что у сегодня какое посещение посмотреть надо. Ну вот вчера было 288 посещений сегодня 211 на данный момент на 17 человек больше. Еще спрашивайте у нас тут в течение месяца ни одного слова нет только что материал вставляем больше ничего нету. Никаких споров нету ничего во свете библии вообще очень сильный у нас сайт это уже господь дал таких людей они все это помогли но самое я считаю ценное и 4124 вопроса ответа человек считающий делается совершенно другим вот сейчас какой-то зашел человек вроде не понимает проходит какое-то время бывает в течение одного дня он делается другим мы проехали фактически 444 города и районных центра за последние годы 56 сел из них прошли в каждый дом практически везде дарили евангелие а кто приходил навстречу это дом культуры или на стадион новая завета это долгосрочная программа сказал слово оно исчезло а это человек может считать вот сегодня только книги это у меня 38 книг вышло сегодня только послали в Америку сейчас сообщили уже послали вот звонит священник один отсылаем на днях еще один преподаватель университета звонит потому что Бог дал и мы это отдаем тираж небольшой тысячи две тысячи но Бог так положил на сердце что 90% книг изданных мной мы раздаем бесплатно потому что у людей денег это нам как-то Господь позволил все это собрать и сдать пишут как здесь еще больше нет кого-то сегодня подписчики подошли к концу дня вот только что получил известие может даже интересно будет вот сообщение мы мы были нынче в Азербайджане в Баку и ночевали в доме у Мулы она преподаватель Корана Самира Тагеева вот она пишет спасибо я пишу беседу в вашей квартире уже прослушали скоро будет зима готовитесь ли вы к нам в гости как мы уже там с вами говорили она тут же ответила спасибо с удовольствием хочу приехать к вам в Россию на все воля Бога а может и суждено будет Господь видит как я хочу этого но не моя но Божья воля пусть будет конечно же да смотрели нам очень понравилось спасибо такого думаю что вы сделали еще никто отец Игнатий не делал дорогой удачи вам в вашем труде ради Бога мусульмане вот говорят с мусульманами нельзя разговаривать это неправда просто мы не знаем как говорить они очень любят Бога и мы должны не просто разбирать их какое-то учение они мне иногда мусульмане задают такие вопросы здесь вот в интернете я никогда не отвечаю а за кого вы считаете Мухаммада то проще зачем мне считать конца края нету лидеров разных за кого я считаю Гитлер Мао Зедуна Пол Пота Янгцари Ленина царя Николая Второго зачем мне это нужно я считаю Христа своим спасителем я о нем говорю у меня разговора никакого нет просто я говорю как-то попал в больницу я здесь операция была обо мне услышал профессор один пришел я давно хотел с вами встретиться стали говорить но он считает что я вроде умный такой ему охота узнать и он задает вопрос а я по писанию цитирую ну я знаю Библию маленько поговорю он говорит а вы сами своими словами можете сказать а зачем говорить самодельная глупость когда есть божественная мудрость вот как дальше он начал я говорю а я вас узнал сразу как вы подошли а как вы узнали так вы еще в раю подходили к Еве с Адамом вы желаете меня через ограду церковную выбросить а там со мной расправиться это никак не надо мне выходить я крепко держусь за ризу Христа ну я слышал вы такой умный а оказывается вы замкнутый такой ну какой есть другого нет а когда коснулось дальше разговаривать он совсем ничего не знает вообще нет да вот вот если зашел зайти сюда вот вот если даже темы какие богослужения Библия колдовство будущее мира болезни вера взаимоотношения внутренний мир человека война служба в армии государство правительство грех деньги это название папок дети лагерстан евреи ереси секты женщины жития жития это 1173 жития биография это 20 веков это 12 томов вот интернет канонизация коммунизм крещение лапкин книги литература искусство молитва монашество мощи мусульманство обращение ко Христу община объединение патриархия пища посты покаяние политика потеряевка природа промысл божий проповедь благовестия работа разбор выступления разное рождение рпц русский язык священство смерть спорт старообрядщица суды Христос Бог Царство Небесное рай Царь Церковь ну как не бедно как они говорят так это что на все вопросы вы так отвечаете а тебя какой вопрос интересует ну я мусульманин меня мусульманство ну я надавил на мусульманство сейчас она открывает пожалуйста одни вопросы про мусульман которые у меня встречаются в 38 книгах вот они пошли какой том 18 и вопрос какой 3211 вопрос 3213 вот 18 том есть ли места в Коране из Евангелия и о чем они я любого сейчас спрошу христианина проповедника знает нет я у меня 18 том это 750 страниц полностью разбираю Коран в сравнении с Библией зеленый ну не зеленый свет я вот я на это отвечаю а теперь я ткнул в этот вопрос вот я его задеваю только сейчас вот задел все теперь этот вопрос выходит вместе с ними с ответом отвечаем это нас нисколько не радует потому что название есть а мысли иные там в Евангелии из Корана нет спасителя умершего за наши грехи ну вот есть такой отрывок 3.3 3.3 это значит сура и ает не спасал он тебе в истине подтверждая истинность того что не спослано до тебя до него и не спасал он Тору и Евангелие это Коран 18 сура 109 аят скажи если бы море было чернилами для слов Господа моего то иссякло бы море раньше чем иссякли слова Господа моего даже если бы мы добавили еще подобное тому я сравнил Иоанн 5.24 истинно истинно говорю вам слушающий слово мое и верующий в пославшую меня имей жизнь вечную и на суд не приходит но перешел от смерти в жизнь Иоанн 14.24 не любящий меня не соблюдает слов моих слово же которое вы слышите не есть мое но пославшего меня отца только согласно этих слов Христа мусульмане не имеют никаких шансов на спасение если не покаются и не примут Христа спасителем Иоанн 21.25 многое другое сотворил Иисус но если бы писать о том подробно то думая и самому миру не вместить бы написанных книг и мое стихотворение нам в каждом возрасте есть поприще к высотам достигнув ахаем так почему ж не раньше а мог бы был ресурс достигнуть оптом и был бы орденами весь украшен благое дело в юности достичь что и не снилось старцем малолетним о совершенстве столько сказок притч но наяву то просто не приметим быть совершенным ближе к идеалу недостижимая тщеславная мечта и беспрекрас а цели дальше стали коль совесть в чувствах стала нечиста умение собой владеть при передрягах себя не уронить не рухнуть в грязь вдруг вспышка гнева оказалась рядом порушила добытая гордился чем не раз о бедный человек безмерно рад избавиться бы от притязаний тела закон греха во мне рождает ад не оставляя частички целой умом конечно правде я слуга высоким принципом покорнейший до гроба в самом себе свой грех не раз ругал да что же оплошал не зыркал в оба амнистия от прошлого с благою целью достигла и вестью достигла и меня кандальника со сроком крещение мыло в чью черноту и плесень на все на все смотрю открытым оком повержен ветхий смертный человек под именем адаму он гнездился христос под кровь вошел и обновилась клеть до самой крохотной неприметной мысли и возраст не помеха для христа он заново возможность дал родиться а все потерянные к его двору пристать к своим меня он возжелал причислить тут в этих книгах 3467 моих стихотворений я просто рассказываю людям которые будут может быть смотреть вот мы снова возвращаемся на первую страницу вот я только сейчас говорил какие у нас есть темы пожалуйста прислоняйтесь и наслаждайтесь иногда я отвечаю у меня ни одна ни две а бывает много книг рядом лежат чтобы дать полный ответ который я кратко давал там в университетах в милиции я рад поделиться с людьми я вот спрашиваю вы необычно встречали люди нет вот скажите вот мы крестоважительская община города Барнула православная у нас порядок такой мы не разрешаем к себе никого звать как это вербовать затягивать у нас это не принято а как так ну так кто люди обращаются мы всех направляем храмы московской патриархии всегда ну а как же тогда у вас тут уменьшаться вот уменьшается прибавляется бывают люди которые приходят уже здесь обращаются никуда я не пойду у вас во дворе буду стоять но не уйду ну тогда дверь открываем мы общество полузакрытого типа а почему не принимаете да потому что мы карикатура на христиан мы очень высокую шкалу знаем подобным Господу подражайте Христу а вы не таковые все тут только осрамиться можно люди которые у нас были узнают по фотографиям даже это радость веселье такие дети ну да издалека-то оно все не так а когда ближе познакомишься может быть будешь бежать закрыл глаза поэтому куда звать надо над собой трудиться все пока